МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Капремонт дрожать не будет". Губернатор Вадим Потомский развеял опасения орловчан. Нехватка воспитателей или срыв строительства. Почему юные орловчане уже полгода не могут вернуться в детский сад на улице Ленина? Орловская филармония планирует переехать в ДК железнодорожников, когда начнут паковать чемоданы. В регионе завершился конкурс красоты Мисс Орел-2016. Кому досталась корона? Об этих и других событиях мы расскажем вам в ближайшие полчаса. Здравствуйте. Это губерния. Итоги недели. Я Сергей Сергеев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перспективы сотрудничества Орловской области и Республики Словении обсуждались в рамках заседания Делового совета. Напомним, иностранная делегация прибыла в областной центр в минувший четверг. Наталья Пехтерева с подробностями. Россия и Словения договорились поддерживать дружбу. Этот заголовок статьи одного из федеральных СМИ как отражение текущей ситуации. Летом президент Владимир Путин посетил республику. Главы государств тогда обсудили ряд важных экономических и политических вопросов. Стороны условились находить новые пути для развития отношений. О том, что дружественные деловые экономические связи России и Словении будут крепнуть, говорили в Орловском регионе. Нам очень приятно, что очередное заседание проходит в Орле, подчеркнул Эдуард Вайна, председатель Делового совета по сотрудничеству со Словенией. Не просто так приехали сюда, и Деловой совет хочет поддержать те начинания славянских наших партнеров, которые направлены на реализацию ряда очень крупных проектов. Мы с благодарностью, Вадим Владимирович, относимся к вашим инициативам, потому что надеемся, что с вашей поддержкой, с вашим участием и с участием Делового совета, и самое главное, с участием наших славянских партнеров, мы сможем реализовать намеченное. Позвольте поприветствовать вас на великой Орловской земле. Для нас это очень почетно. Поверьте, мы к вашему приезду очень готовились. Была проделана первоначальная, но уже достаточно серьезная работа. Это специалисты с обоих сторон фактически в ежесуточном, в постоянном режиме, 2-4 часа в сутки они работают для согласования необходимых документов, для подписания технической документации, для составления финансовой модели, потому что мы об этом широко не говорили, а на территории, потому что ждали вашего приезда. Как бы подтвердить абсолютную серьезность наших намерений, учитывая то, что те проекты, которые сегодня рассматриваются, и те проекты, которые мы будем, приложим все возможные и невозможные усилия, чтобы их реализовать на территории Орловской области, были осуществлены. Ответный визит запланирован. Председатель делового совета по сотрудничеству с Россией Янос Шкрабец пригласил губернатора Вадима Потомского в Словению, чтобы предметно обсудить проекты. Российская федерация – очень важный партнер, один из самых больших вне ЕС. Столица – это город Лубляна, который имеет очень много общества с Орлом, тоже 300 тысяч населения, и у нас мир почти так активный, как вы, господин губернатор. И поэтому, конечно, я вас приглашаю от имена нашего руководства, от имена нашего мира и от имена вашего посла до Кугапуровича за Гаева, чтобы Ариол после этих, после февралевских этих больших событий уже в марте, имел тоже такую встречу, такую презентацию, чтобы способствовать Ариол и в нас в Словении. И, конечно, я надеюсь, что там и подпишем, чтобы вы будете тоже членом нашего Слово-Совета. Основные направления двустороннего сотрудничества определены. В Орловской области планируется строительство нескольких предприятий, в частности мясокомбината, кожевиного завода, обувной фабрики и завода по глубокой переработке зерна. Стороны скрепили подписями соглашения. С Богом, Бляй. Отвечая на вопросы журналиста Вадим Потомский, Эдуард Вайна и Янец, Шкрабец были солидарны в одном. Процесс перехода от слов к делу долгим не будет. Перспективы развития взаимоотношений блестящие. Мы сейчас успели пообщаться с участниками процесса, скажем так, да, это с высокой квалификацией, а самое главное с желанием и с энергией работать. Это очень важно. Мы не будем долго, надеюсь, прорабатывать, а приступим к реальной реализации проектов. Вы их скоро должны увидеть. Самый главный показатель того, что славянская сторона обратила внимание на Орловскую область и предварительно сделала выводы не сейчас, а достаточно давно, где-то примерно полгода назад, изучив потенциал Орловской области, ее землю, наши возможности, наш профессиональный потенциал, наш интеллектуальный потенциал, наши возможности по людям, которые будут работать на этих производствах, потому что это крупные, достаточно крупные проекты в масштабах Орловской области. Я говорю, только одна обувная фабрика, это 3200 рабочих мест. Объема такого по количеству людей, которые будут заняты в производстве, у нас не так много таких предприятий. Можно сказать, они единичные, эти предприятия. Это, наверное, будет выходить в первые строчки. При этом мы должны понимать, что эти предприятия будут достаточно с высоким уровнем заработной платы. Для нас это налоговые поступления, очень серьезные. Очень плотно работает и наша межправокомиссия, которую возглавляет наш министр и господин Никифоров. И, конечно, это дает большой толчок нашим экономическим отношениям, в том числе и проектам, которые мы будем иметь у вас, господин губернатор. 12 декабря в России отметили государственный праздник – День Конституции. Основной закон был принят в 1993 году на всенародном голосовании. О приоритетных задачах представителей всех уровней власти напомнил на прошедшем аппаратном совещании губернатор Вадим Потомский. 12 декабря – День Конституции Российской Федерации. Государственный праздник, поэтому я вас с ним поздравляю. Было бы неплохо, если периодически его перечитывали. Конституцию Российской Федерации – полезный документ, потому что огромную ответственность каждый из нас с вами несет перед гражданами. Там в этом документе все четко расписано, чем мы должны с вами заниматься. И главное не забывать, что мы работаем с вами для людей. В продолжении темы – взносы на капремонт повышаться не будут. Орловских чиновников ждут большие перемены. Вопрос строительства дома на Черкасской будет досконально изучен. Губернатор Вадим Потомский озвучил ряд поручений на аппаратном совещании. «Мы не рады такому соседу», – говорят жители Черкассской. Люди против возведения под их окнами многоэтажки свечки. Часть территории соседней школы номер 38 – строительная площадка. Что будет дальше, жители боятся и подумать. Уже четыре года они выступают против строительства. Сейчас стройка идет, не погулять с ребенком, ничего. Я думаю, он здесь ни к чему просто. Постоянно машины ездят, постоянно грузовые работают. Здесь не нужно. Уже все жаловались. И митинг был. И почему-то никто не обращает на это внимания. Внимание на проблему обратил губернатор Вадим Потомский. На аппаратном совещании глава области озвучил ВВД. В проекте документации строительства этого дома есть раздел «Геология». Проверьте, пожалуйста, его. И если это раздел «Геология» не соответствует действительности, то есть там есть высокий уровень вод, достаточно высокий, то то, что там пытаются построить, просто строить нельзя. И самое главное. Если будут давить на то, что уже есть сбор денег у так называемых дольщиков по этому дому, напоминаю вам некоторые статьи законодательства Российской Федерации, градостроительного кодекса. Не буду зачитывать их, просто скажу дословно. Для того, чтобы появились дольщики, которые участвуют в строительстве того или иного объекта, они могут появиться после того, когда строительная компания приступила к пятому этажу. Не раньше. На уровне котлована деньги собирать нельзя. Поэтому, если эта компания, стройкомплекс, уже у кого-то взяла деньги для стройки, это опять-таки предмет для реагирования прокуратуры. Однозначным нет. Вадим Потомский резюмировал еще одну тему. Накануне на одном из совещаний прозвучало, что взносы граждан за капремонт могут быть повышены. Глава области потребовал обоснований и расчетов. Решение о увеличении стоимости взносов за капитальный ремонт принимает правительство Орловской области. Документ подписывается губернатором. Я таких решений не принимал. И у меня к вам просьба такая, Константин Вячеславович, пока у нас идет... Слышите меня, Константин Вячеславович? Пока у нас идет оперативное совещание, думаю, минут 10 хватит, чтобы вы мне принесли документ, где будет рассчитана стоимость взносов за капитальный ремонт. Вы там называли цифру, надо что-то 13 рублей с чем-то, да? Я надеюсь, что у вас такой расчет существует, потому что к этому расчету должно прилагаться, с чего он сложился. Хотел бы я на это посмотреть, потому что у меня таких документов нет. Как и нет документов поднятия стоимости взносов за капитальный ремонт и на ту сумму, на 90 копеек, которую вы сейчас об этом заявили. И люди ждут, когда это повышение пойдет. Я хотел бы это получить. Откуда, кем подписан? Здесь еще какой-то губернатор, еще какой-то правительство теневой может у нас работать, который принимает такие решения. Я его не потерплю, а документа за моей подпись такого не существует. По итогам 2016 года в России отремонтируют примерно 46 тысяч многоквартирных домов. Всего в программу капремонта, рассчитанную на 25-30 лет, включены более 736 тысяч домов. Орловские цифры озвучил глава фонда Владислав Масленников. В 2016 году из краткосрочного плана 2016-2017 года мы выполним порядка 77%. Оставшиеся дома будут закончены в срок, который предусмотрен краткосрочным планом, то есть до 30 июня 2017 года. Наступает пора перемен. Стало ясно, когда глава области рассказал о ближайших планах. По поручению губернатора до 25 декабря каждый департамент должен представить свой план действий на 2017 год. Материалы будут находиться в открытом доступе для орловчан. Затем в январе-феврале состоится защита документов. Будут ли защищать план действий все присутствующие на заседании или нет, пока неизвестно. До Мокловым мечом нависла далеко не радужная перспектива. В 2017 год немножко по-другому поработаем. Он не революционный, но немножко с некоторыми новшествами будет происходить. Свободное плавание, вот это творчество мы прекращаем. И совсем с творчеством получаются. Начальников много, очень. Ну и сокращение будет, хочу сказать сразу, достаточно существенно. Я уже Соколова задачу поставил, не буду вас пугать цифр, цифра большая по сокращению. Потому что объема работы и выполнение коэффициента полезного действия я не вижу тот, который ожидался бы. И ждут от нас люди. Не вижу. Губернатор Вадим Потомский напомнил чиновникам, необходимо быть ближе к народу. О том же в своем послании федеральному собранию говорил президент. Мы будем в корне пересматривать историю с обращением граждан. Потому что количество обращений граждан растет. Рассмотрение, все моментально. Не то, что моментально. Люди есть годами, которые на прием записываются и попасть не могут. Обращения всежизненные. Не того, чтобы прийти со мной, просто поговорить, зажить, сказать, как у кого, как дела. И так все понятно, у кого, как дела. Эту систему надо пересматривать. И берите, пожалуйста, я прошу, значит, Вадим Вячеславович. Вот у нас, когда совет в округе был, очень хорошая практика по обращению с гражданами в городе Москве. Количество кураторов от правительства, которые будут закреплены за районами, сократится. Пока что оптимальное число 6. Мы продолжаем, это губерния. Итоги недели. Ремонт детского сада номер 4 обещали закончить неделю назад. Но двери для маленьких орловчан так и не открыли. Показать, как ведутся работы в учреждении, отказались и нашей съемочной группе. Ксения Туркова узнавала, в чем причины и успеют ли сдать объект в этом году. Работы велись урывками. Все сделано было, фасадная часть была сделана к августа. Все остальное было брошено. Капитальный ремонт этого дома орловчане наблюдали воочию. Объект на самом виду – улица Ленина. За него подрядчик взялся еще в августе. Делать фасадные работы в зиму – это, конечно, полный идиотизм. Но мы имеем какие-то обязательства перед фондом. И в период подготовки к празднованию 450 лет Орла на два месяца нам были запрещены работы фасадные на этом доме. Из лета работа перекочевала в зиму. Затянули, уверяет подрядчик, не по своей воле. Приблизительно в этом месте произошел излом канализации, излом трубы. В результате канализация работала отвратительно и детский сад постоянно заливала фекалиями. На сегодняшний день эти работы произведены, труба заменена. Проблем с канализацией, надеюсь, у детского сада больше не будет. Такой подход к делу уже не раз подвергался критике городских властей. Ведь все это время сроки завершения работ звучали разные. Дом Ленина 24-26. Там на 20% выполнены работы. Срок завершения работ 30 ноября. Вот эти обещания, они, честно говоря, они мне уже порядком надоели. Давайте 31 декабря сделаем людям подарок. Они нам предложение сделают. Сначала начали с тепловых узлов, с отопления. Перешли к крышам и будем делать мои дороги и крыши всю зиму. На рабочем совещании во вторник вопрос капитального ремонта здания на улице Ленина был поднят вновь. Металл уже заказан и уже привезут его сегодня в 11.00 с краном. Остат, достаточную часть, на 50% крыши оставшейся. И сегодня к вечеру вся крыша уже будет покрыта металлом полностью. Так работать нельзя. Понимаете, у нас город очень хороший, известный и в мире, и в России. Это, понимаете, безнравственно так работает. Завершенно справедливые замечания. Мы здесь каждую неделю от вас слышим завтраки. Поэтому, если так будет дальше продолжаться, мы вынуждены будем принимать какие-то меры. Тема осталась актуальной и по сей день. По причине незавершенного ремонта здания в декабре пришлось закрыть детский сад номер 4. Когда сети были заменены и заработал новый насос, чтобы дом перестал быть полухолодным, транзитные трубы, находящиеся под детским садом, просто-напросто не выдержали. И по закону подлости рванули. Когда не было детей, когда не было людей, и двое суток детский сад просто-напросто запаривался. Было принято решение, скажем так, заменить вот эти трубы отопления. Что было поручено сделать нам, потому что ни у города, ни у управления образования денег на это не было. Ремонт мы произвели. Обошелся он так скромно в 300 тысяч рублей. Показать проделанную работу нашей съемочной группе в детском саду наотрез отказались. Однако представителям власти продемонстрировать труд все же придется. Приемку сада перед открытием проведет специальная комиссия. Его, по словам подрядчика, орловчане дождутся в уходящем году. Я думаю, что понедельник – это крайний срок, когда дети заедут. Самая главная проблема, которая есть сейчас у детского сада, и которую однозначно придется решать властям города – это отсутствие вентиляции. Если эту проблему сейчас не решить, ну, максимум год, что этот детский сад простоит. А потом придется опять за счет кого-либо делать капитальный ремонт. Орловская филармония планирует сменить адрес. Новым домом для людей искусства и поклонников музыки может стать ДК железнодорожников. Губернатор Вадим Потомский дал поручение приобрести здание УРЖД. Таким образом, проблема, нерешаемая десятилетиями, будет снята. Наталья Пехтерева расскажет. Орловская область – единственная в ЦФО, которая не имеет собственного здания филармонии. Вопрос оставался нерешенным долгие десятилетия. И вот теперь появилась надежда. Надежда сменить скромный зал на улице Ленина на более просторное, а главное подходящее для нужд музыкантов помещение крепло и угасало долгие годы. Орловская филармония с 1939 года не имеет собственного здания. Много лет худдруг Дмитрий Коваленко предпринимал попытки обрести дом для филармонии. Какими только обещаниями не сыпали чиновники разного ранга. Эти перемены фактически назревали в течение последних 25, может быть, 30 лет. Все были в курсе этой проблемы. Другое дело, что не все, может быть, уделяли этому должного внимания. То, что у Орловской филармонии есть какие-то проблемы, несведущему человеку так сразу и не понять. Здесь очень хорошая, буквально домашняя обстановка. Проблема в том, что слишком тесно. Прежде всего это связано с существованием больших крупных коллективов. Это губернаторский симфонический оркестр, это более 60 человек. И камерный хор Лиг, которому тоже где-то 35 человек. То есть вот это сотня музыкантов, которые здесь, если вместе собираются или в какой-то постановке, репетировать здесь категорически просто невозможно больше 30 минут. Потому что устает и слух, и просто воздуха не хватает. Об этом говорили давно. Потенциальным новым домом для филармонии может стать Дворец культуры железнодорожников. На аппаратном совещании губернатор Вадим Потомский озвучил окончательное решение. Александр Ильич, я на прошлом совещании вам поручал разобраться с договориться с российскими железными дорогами на предмет приобретения железнодорожного ДК в собственность города. Или область приобретет, потом городу передаст. Значит, решение такое. Договаривайтесь, приобретайте и делаем там филармонию. Значит, Вадим Александрович, предусматривайте это соглашение какое-то. Там не самые большие деньги в течение... Ну, там нескольких лет сейчас мы делаем... Да, мы можем оформить там в рассрочку и так далее, и так далее. Но, значит, это здание мы будем приобретать. Дмитрий Коваленко выбор власти одобряет. Однако терять зал на улице Ленина сейчас нельзя. Здесь все создано руками музыкантов. Все моменты связаны с освещением, со звуком, с целой кучей составляющих нашего процесса. Все здесь рассчитано, приспособлено, отреставрировано и, в общем-то, ежегодно поддерживается в нужном состоянии. Для того, чтобы новая филармония отвечала всем нормам, потребуется провести серьезную работу, говорит Коваленко. Декана привокзальной нуждается в модернизации. Даже настил там сделан непрофессионально. Доски на профессиональных сценах укладываются на торец. Начиная от боковых карманов, подъездных путей, крыши, вспомогательных помещений. Нуждаются в очень сосредоточенной и тщательной реконструкции. Для этого необходимо создавать комиссию под эгидой нашего губернатора, так я понимаю, или кого-то из его наиболее таких въедливых замов, чтобы ничто не проскочило. В пользу здания на привокзальной говорят существенные плюсы. Прежде всего, это сцены и акустика. Вот та акустика, которая была заложена изначально, это самая лучшая акустика в городе Орле. И масштабы сцены и зрительного зала. Это оптимальные для нашего города. Если вот цепь этих шагов логических и просчитанных будет завершена, то в итоге, я думаю, что, наверное, через год-полтора-два есть шансы говорить о новом крупном культурном комплексе, который прослужит и нашим потомкам. Орловские каратистки одни из самых сильных в мире. Это не просто громкие слова. С первенства планеты по океу Кусинкай две спортсменки привезли серебро и бронзу. Анна Маричева расскажет. Самый крупный турнир в мире – около 700 участников из 32 стран. Все спортсмены – чемпионы своего государства. Слабых соперников здесь не найти. Но наши орловские девочки тоже не промах. На первенстве мира, проходившем в Болгарии, доказали, что «Орел» богат на спортивные таланты. Такого опыта у нас не было. Многие страны для нас новинки были, какие у них техники, какие тактики и так далее. То есть, огромный опыт для нас. И то, что они заняли места – это огромное для нас счастье. Три наших каратистки взяли призовые места на первенстве России. То соревнование стало для них пропускным билетом уже на мир. К сожалению, первый бой Насте Ланиной не сложился. Но участие в первенстве для нее уже победа. Я начала работать на силу, начала ее пробивать. Но не хватило силы именно добить ее. И проиграла именно по техническим ударам. И пустила в голову. Насте Киселевой удалось в первом бою сломить турчанку. Но во втором спортсменка проиграла японке. В итоге – бронзовая медаль. Я на протяжении всех лет готовилась к миру. Когда выиграла Россию, я была очень рада, что первый раз пойду на чемпионат мира. Ангелине в соперники достались девчонки из Казахстана, Болгарии, Японии и Швеции. Всего спортсменка провела три победных боя. Проиграла только в финале шведки по взвешиванию. Все бои были тяжелые. Все бои были с продлениями. Все соперницы были тяжелые, сложные. Все хотели выиграть, поэтому было тяжело. Для орловского Кио Кусенкая участие в соревнованиях такого масштаба – дебют. Девочки уж точно вписали свои имена в историю Орловской области. Стало известно имя «Новый мисс Орел». В финале конкурса красоты этого года состязались 17 девушек. Вместе с членами жюри свои оценки ставил и Андрей Деркач. Кастинги, два месяца подготовки. И вот финалистки готовы выйти на сцену. Для девушек эти часы станут самыми волнительными. Ведь каждая из них мечтает услышать свое имя и примерить корону «Новой мисс». Как и в прошлом году, программа финала насчитывала пять конкурсов. Визитка, дефиле в мехах, купальниках, вечерних платьях, а также интеллектуальный этап. Но дирекция «Мисс Орел» все же внесла коррективы в финал 2016-го. В этом году мы решили сделать интеллектуальный конкурс для всех участниц финала. Я думаю, что это будет интересным моментом, потому что вопросы нам присылали в интернете наши подписчики. И мы выбирали лучший вопрос. Так что посмотрим, как девчонки будут нам отвечать. Для многих интеллектуальный конкурс стал сложным этапом. Жюри коснулось всех тем. Это планы на будущее, карьера, деньги, любовь. Что для меня значит любовь? Это, наверное, взаимопонимание между друг другом, честность. Когда ты можешь вести себя так искренне, как ни с кем. Звучали каверзные вопросы. Например, на что вы готовы ради победы? Я готова ложиться более чем на 100%, чтобы выиграть корону. Перед стартом финальной гонки нам удалось пообщаться с одной из конкурсанток. И, к слову, весьма опытной. Ксения Овсяникова уже успела стать Мисс АГУ 2015, а также приняла участие во всероссийском конкурсе Мисс Студенчества 2016 и получила номинацию Мисс Грация. Походка и дефиле, потому что Оксана обладает действительно большим опытом в этой сфере. И все то, что нам давало, все эти знания, они мне действительно помогли. То есть это постановка рук, ног. То есть этого мне не хватало. Ну и в целом, скорее всего, да, это улыбка на сцене, это показать себя. Семь членов жюри оценивали не только остроту ума, но также и умение держаться на публике. Повезло оказаться среди других членов жюри и Мисс Орел 2015. Какой стала жизнь Орловчанки после того, как ей надели желанную корону, мы узнали из первых уст. После победы я переехала в Москву. У меня как бы проходят сейчас съемки, я как бы снимаюсь в рекламе для различных магазинов. Иногда вот приезжаю в Орел. Мне очень приятно то, что сейчас прошел как бы быстро год. Сейчас будут новые девочки. Я как бы их уже посмотрела, была на одной репетиции. Были ли среди девушек явные фаворитки? Кто-то скажет да, но если вспомнить конкурсы минувших лет, то с уверенностью можно добавить, что интрига сохранялась до последнего момента. Я многих узнавала, спрашивала, кто из девчонок больше нравится у членов жюри, потому что они все прослеживали фотографии в интернете. На данный момент мы никого не можем выделить. Победит так, кто справится со своим волнением лучше своих конкурентов и покажет себя. Выбрать лучшую жюри было ох как непросто. После долгого обсуждения имя самой красивой девушки было названо. Новой Мисс Орел 2016 стала Мария Камеристая. Я в шоке, если честно. Я всегда думала, что корона – это приятный бонус. И знаете, так и получилось. Я старалась, я охудела, я ходила на тренировки, на все мастер-классы. Получится ли у новой Мисс быть не только лицом города, но и построить карьеру в мире моделинга, а может даже стать Мисс Россия, покажет время. На этом у нас все. Ровно через неделю с вами снова программа «Губерний. Итоги недели» на телеканале «Первый областной». С вами был Сергей Сергеев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова